Российский офис служения John Gillette Ministers представляет вам озвучку проповедей Кари Блейка. В церковных служениях много раз, когда я провожу служение исцеления, я не знаю, что у человека. Во многих случаях я не спрашиваю. Иногда могу спросить, что я могу для вас сделать. Я осторожен с этим, потому что когда у вас очередь на исцеление, будь то 10 человек или 1000, вы спрашиваете, что я могу сделать для вас, и во многих случаях они не говорят вам, в чем они нуждаются. Большинство людей, чтобы быть откровенными с вами, подобны человеку из купальни Вефезда. Вы подходите так же, как Иисус подошел к тому человеку и сказал, «Ты хочешь быть здоров?» И тот человек, не ответив, начал с того, что «У меня нет никого, кто бы помог мне каждый раз, когда я пытаюсь сойти, кто-то другой». И они начинают рассказывать историю, вместо того, чтобы ответить на вопрос. И когда вы задаете вопрос, во многих случаях это ведет к тому, что они начинают. «Ну, это началось, когда мне было 2 года, и после двух лет у меня была операция, когда мне было 4 года, у меня была такая ситуация». И они выдадут вам всю историю их болезни. Мы не доктора. Нам не нужна история болезни. Все, что они вам скажут, Бог уже знает об этом. Итак, основная вещь, то, что я определил, это независимо, что они скажут мне, я буду делать одно и то же. Это то, что я обнаружил. Я всегда делал одно и то же. Я не менял это на основании того, что они мне сказали. «Потому что мне не нужно было менять с этого на то». «А, хорошо, и так вам нужно освобождение, позвольте мне...» «Извините, я-то думал, что вам нужно исцеление». «Подождите, я выключу у себя исцеление и включу освобождение, чтобы дать вам освобождение». Это не так. Это жизнь. И вы высвобождаете жизнь в людей. И, честно говоря, это что-то похожее на дождь. Когда льется дождь, он льется на землю, на выбоиные дороги, на растения, на все, что нужно, дождь покрывает и приносит жизнь этому. И это точно так же, когда вы служите. Если вы фокусируетесь... Давайте я объясню немного. Во что вы верите, когда вы молитесь или когда служите, то и произойдет. Хорошо, если вы... Если вам говорят... Позвольте, я приведу вам пример. Кто-нибудь к вам подходит и скажем... Да, я дам вам хороший пример, я дам вам его из практики. Кто-то подходит к вам по очереди. Да, и вы говорите, что я могу для вас сделать? И он говорит, я... Мне нужно... У меня... У меня проблемы с почками. Окей, хорошо. Это то, что они говорят мне. И если я... Я делал это в самом начале. Был очень сфокусирован, очень конкретен. Я говорил, хорошо. Почки во имя Иисуса прямо сейчас. Вы начинаете работать. Почки, будьте исцелены. Это прекрасно, и нет ничего неправильного в этом. Но потом я осознал, что как только вы говорите что-то наподобие этого, и вы сфокусированы на этом, или другими словами, в этот момент ваша вера имеет что-то, на чем полностью сфокусировано. И поэтому ваша вера вся направлена на почки, и вы можете помолиться за почки, и их почки будут исцелены. И они могут уйти, имея, возможно, что-то абсолютно иное, что тоже не в порядке, но о чем они вам не сказали. Иногда они даже сами могут не знать и обнаружить позже. Но иногда они могут стесняться того, что с ними не так. Знаете, мы молились за людей с венерическими заболеваниями или что-то наподобие этого. И они не хотят. Когда у вас 10 человек, и люди стоят вокруг вас, вы не хотите говорить о таких вещах. И они говорят, ну, знаете, у меня почки, а на самом деле им нужно исцеление от чего-то другого. Но они не скажут вам. Поэтому, чему я научился, когда я начинал служить... Я не знаю, может, вы уже слышали, как я делился этой историей ранее, но... Я был в русскоязычной церкви, в Ванкувере. Причина, по которой я делюсь с вами этой историей, это потому, что она так совершенно воплощает в себе этот принцип. Я никогда не делюсь свидетельствами для того, чтобы кто-то сказал, вау, это круто. Это ничего не значит. Что важно, это принцип в свидетельстве, который может помочь вам стать более эффективным. И это та причина, по которой я делюсь свидетельством. Итак, я был в русскоговорящей церкви. У нас было около 800 или 1000 человек, я думаю. Я служил всю неделю, преподавал ТБИ, служил людям. У меня был русский переводчик, и никто из людей не говорил там на английском. Буквально никто, может быть, два или три человека. Итак, у меня был русский переводчик, он переводил все для меня. И в последний вечер у нас было служение исцеления, в субботу вечером, как обычно. Итак, после того, как я закончил проповедовать, я сказал, обратился ко всем, «Хорошо, если вам нужно исцеление, выходите вперед». Он сказал им, «Если вам нужно исцеление, выходите вперед». Вся церковь, я имею в виду буквально, все двинулись вперед. И мы говорим о 800 до 1000 человек двинулись вперед. Не было линии, это была просто, как говорится в Библии, толпа. И все пытались приблизиться как можно ближе. И вообще-то мне пришлось сказать им, «Хорошо, подвиньтесь, подвиньтесь немного назад от платформы, от сцены, потому что я собирался спуститься вниз. И дайте мне немного места». Итак, как только мы закончили, и мы сделали этот призыв, и кто-то отозвал моего переводчика что-то сделать. Я думаю, что-то связанное с детьми. И он исчезает. И как только он исчезает, и вот я стою там и жду его, когда он вернется. И наконец я спрашиваю кого-то, «Он вернется?» И мне ответили, «Это займет какое-то время». Я думаю, мы так не можем, может, 10 вечера? Я не могу стоять и ждать, пока он вернется. Я сказал, «Хорошо». И тут меня осенило. Не важно, что скажут мне эти люди. Я не буду делать что-либо другое. Я не буду менять что-то для каждого человека. Что я делаю, я высвобождаю жизнь Божью. Вот что я делаю. И когда я делаю это, они исцеляются, и не важно, что у них там. И я просто сказал, «Хорошо, я просто спущусь вниз». И это ничего не значило бы для меня, если бы я спросил, что у вас, так как они не смогли бы меня понять. И даже если бы они сказали мне, во-первых, они бы сказали это на русском, чего я бы не понял. Или бы они назвали какое-либо медицинское название, что я бы тоже не понял. Поэтому так или иначе, это ничего не значило бы. Поэтому, когда я спустился вниз, я посмотрел на них. Как мы будем это делать? Я не хотел ходить и возлагать руки на голову каждого из них, потому что половина из них были намного выше меня. Если бы я делал вот так вот весь вечер, то в воскресенье утром я бы уже не смог поднять руку, потому что она была бы в таком положении весь вечер. Действительно практичные вещи. Я посмотрел на этих людей. Хм. После этого я сказал им, «Держите руки вот так». И это то, что они сделали. Они вытянули руки вот так, как я показал им. Я сказал им, «Теперь переверните руки, потому что я хотел взять их вот так со стороны». И я им сказал, «Переверните руки». И иногда нужно было прямо заставить их перевернуть руки, так как если вы отпускаете их, они снова переворачивают их обратно. И говорит, «Держите вот так, как я показал вам». И вот так все происходило. Итак, они переворачивают руки, и я беру их вот так вот за руки. «Во имя Иисуса Христа прямо сейчас жизнь. Я освобождаю вас во имя Иисуса. С головы до пят. Будьте исцелены сейчас». Отпускаю и перехожу к следующему человеку. Я не просто повторял это, но по существу я говорил то же самое каждому человеку. Просто проходил «Жизнь! Жизнь! Будьте исцелены с головы до пят». Потому что это не формула, а это то, что вы делаете. Итак, я прошел от 800 до 1000 человек, послужил всем, я прошел каждого. И мы закончили, я полагаю, около половины первого ночи. И я вернулся к себе в гостиницу. И следующим утром, когда я... До того, как я начал служить тем утром, пастор поднялся, он русский, говорит по-русски. На самом деле, я думаю, что он даже не говорит по-английски. Он понимает немного, но не говорит. И он сказал, он призвал, «Всеку, кто исцелился прошлым вечером, выходите вперед. Мы хотим, чтобы вы засвидетельствовали. Мы хотим, чтобы сначала прозвучали свидетельства. Сначала мы облагословили группу детей, и затем они свидетельствовали. И когда он сказал это, буквально он сказал, «Если вы были исцелены вчера вечером, выходите вперед, поделитесь свидетельствами». Это выглядело так, как будто бы вся церковь двинулась вперед. И он сказал, «Нет-нет-нет, стойте, стойте». Не если за вас молились, а если вы были исцелены, только если вы были исцелены. И все остановились, да-да, и снова пошли вперед. Буквально это было одно из самых массовых персональных служений исцеления, которое я проводил к тому времени. Это было несколько лет назад, когда я молился сам за раз. И так они начали свидетельствовать. Он держал микрофон, задавал вопросы. У меня был парень, который переводил меня через наушники. И он переводил мне то, что они говорили. Я был удивлен. Каждый вид болезни, который вы могли представить, любой вид, артериальное давление моментально ушло, опухоли исчезли, дыхание стало свободным, астма, что угодно. Я имею в виду мигрень. Головная боль, которая была на протяжении лет, ушла. И это все произошло. И дело было в том, что я не знал ни об одной вещи, за которую я молился. Я не знал. Нет, ничего. И я признал в тот день, как я говорю всем, Бог стал больше в моем представлении. Почему? Потому что я осознал, что Он больше, чем я знаю. И так я стал. И, конечно, Писание говорит, что Он ответит даже до того, как вы попросите. И в действительности, все, что я делал, это позволял Ему ответить даже до того, как я Его попросил. И я помню, как я думал, меня озарило прямо там. Если ответ всегда один и тот же, то вопрос не имеет значения. И поэтому, когда люди говорят, как вы, как вы служите этому? Теперь, что я сделал так, это было так. В прошлом, когда кто-нибудь говорил, у меня почки, проблемы с почками, я говорил, хорошо, почки, будьте исцелены. И что происходит, когда они говорят вам об этом? Вы автоматически, особенно если вы знаете что-нибудь о человеческом организме, вы знаете, где находятся почки, поэтому вы автоматически думаете о почках. И о чем вы думаете в тот момент, вот туда сила Божья и последует. Послушайте внимательно. Сила Божья следует намерению. Хорошо? То, что вы намереваетесь, то и произойдет. Не всегда то, что вы говорите, потому что иногда то, что вы говорите, не всегда нужно для того, что вы намереваетесь. Итак, вот что я научился делать. Я научился тому, что даже если они говорят мне одно, я научился, если они... Хорошо, если я скажу «розовая собака», если я скажу «не думайте о розовой собаке». Нет, не думайте о розовой собаке. Вы будете думать о розовой собаке. Почему? Потому что вы изобразили ее. Потому что вы думаете картинами. Итак, когда кто-нибудь говорит «почки», вы будете думать о почках. Если вы знаете, как выглядят почки или где они находятся, вы будете думать, как они выглядят и где они находятся. Вот что вы будете делать, вот что произойдет. Итак, когда они говорят, это «у меня проблема с почками». Я говорю «хорошо». Даже если моментально хочу я этого или нет, я вижу почки. Я вижу почки или представляю себе, как вам угодно. Я не специально так делаю. Почки, почки, они такой формы, находятся здесь. Это не так. Вы знаете и видите их. Просто как розовая собака. Итак, когда они говорят это, как только они говорят это, я вижу их почки, так говоря. Но потом это как «вот куда вы направлены». Но потом вам нужно как бы отдалиться. В прошлом, если они говорили «почки», приближаемся. Почки, будьте исцелены. Почки были исцелены. Но они могли уйти со звоном в ушах или мигренью, или чем-то другим, о чем они не упоминали. Потому что ваша вера... Хорошо, Божья сила находится в вашей вере. Ваша вера находится на вашем намерении. Вы поняли это? Это как масло и вода. Итак, они не смешиваются, но находятся друг на друге. Итак, куда вы направите, куда вы направите ваше намерение? Не ваше внимание, хотя они могут работать вместе. Но куда вы направите ваше намерение, ваша вера последует за ней. А куда идет вера, сила идет за ней. Так? Вы поняли это? Итак, как только они говорят «почки», хорошо, я буду видеть «почки», но я не хочу оставаться там. Я хочу поразить это и хочу увеличить зону поражения. Чтобы это было так, почки, вы функционируете правильно во имя Иисуса. Теперь смотрите, следующее, что я говорю, вы будьте исцелены с головы до пят. Но у меня ведь только почки. Ну, почки — это то, что вы знаете, то, что вы мне говорите. Но если я говорю «с головы до пят», то мое намерение для вас, чтобы вы вышли отсюда исцеленными. Полностью, не частично. Итак, моя вера управляет моим намерением. А сила Божья управляет моей верой. И по этой причине, когда, как только я приказываю почкам, я увеличиваю зону поражения, как когда вы изменяете масштаб изображения. И я позволяю силе Божьей не только идти к почкам. Это может быть первым местом для достижения, потому что я уже ударил по ним, когда я уменьшаю масштаб. Теперь это идет с головы до пят. И из-за этого теперь люди исцеляются, и мне не нужно знать, в чем была проблема. Мне не нужно анализировать, какая у вас проблема, когда это началось, как это началось. Но есть времена, мы можем поговорить о корнях или плодах. Есть времена, когда по какой-либо причине вы можете сказать, Хорошо, проблема с почками. Так, у вас проблема с почками. Иногда вы можете сказать, так, проблема с почками. Почки во имя Иисуса, будьте исцелены, будьте исцелены с головы до пят. Следующий человек, какая у вас проблема? У меня проблема с почками. Хорошо, проблема с почками. Как давно это началось? Вы можете спросить, почему я спросил это у этого человека, а у того нет? Я не знаю. Это не так, что я слышал голос. Это как бы выходит само. Хорошо, когда это началось? Это не так, что мне сильно интересно, потому что, честно говоря, это не имеет значения, когда это началось, оно должно уйти, но это как бы выходило само, и вот это как бы так, когда это началось? Ну, это началось два года назад, когда... и они всегда вспоминают о чем-то, что происходило в их жизни, и это случилось, и они говорят, это случилось два года назад, и если они не знают, иногда вы можете сказать, что еще с вами происходило в это время, что-то необычное, что-либо, знаете, что могло каким-то образом повредить вам? Ну да, знаете, было что-то. Причина, по которой я делаю, так. Позвольте привести реальный жизненный пример. То, что произошло на самом деле. Была женщина на инвалидной коляске. Это было в нормальной, в штате Лунойс. Название города нормальный. Если вам приходится называть город нормальный, то что это значит? Вы ненормальный. Не правда ли? И это означает, там должно быть много аномалий, если вам приходится делать ударение на том, насколько вы нормальный. В любом случае. Итак, мы в городе нормальный, Иллинойс. В церкви с реально высокой платформой. Битком забитый зал. И там была леди, которая была директором в штате Иллинойс в то время, и она там помогала с собраниями, мы проводили ТБИ. Они привезли одну леди на служение исцеления в тот вечер. Эта леди не участвовала ни в каких обучениях, она приехала прямо на служение исцеления. Когда они привезли ее, она была на инвалидном кресле. Ее привезли прямо на первый ряд, потому что, как я сказал, она была в инвалидной коляске. И когда пришло время для служения, я проповедовал немного. Итак, я спустился, встал перед ней и сказал, «Хорошо, какая у вас история? Что с вами не так?» Просто я старался быть вежливым. Ну, семь лет назад я попала в автомобильную аварию. Все было прекрасно, все было хорошо. Но после той аварии, через два-три дня, я не могла... Я не могла больше ходить. Я была парализована, и я в этом кресле с тех пор. Хорошо. Я слушаю... Итак, я начал спрашивать. Хорошо, когда это случилось? Я спросил ее просто пару вопросов. Почему? Я слушаю конкретные вещи. Это похоже на то, как доктор спрашивает об этом для чего-то. Есть определенные симптомы, которые вы ищете. И многое из этого я могу вам сказать. 10% тому, чему я учу вас, я научился в смысле исследований, обучений, чтения Библии и такого рода вещей. 90% это было то, когда я взял эти 10%, и я пошел, и делал это, и научился остальным 90%. Итак, 90% того, чему вы учитесь, будет то из того, что вы делаете. Иначе вы будете здесь до конца вашей жизни, слушая меня, пытающегося поделиться с вами деталями и еще деталями. Лучшее, что вы можете сделать с деталями, чтобы запомнить их, это опыт. Итак, с опытом я узнал определенные вещи. Я задал определенные вопросы. Хорошо, вы сказали, вы попали в автокатастрофу, в аварии. Но у вас было все нормально после аварии. Да, в госпитале проверили меня, шею и дальше вниз. Никаких проблем. Потом на следующий день были какие-то болевые ощущения. Она говорит, да. Я сказал, но вы все же могли ходить. Она говорит, да. Потому что это было нормально, что во время аварии у вас адреналиновый всплеск. И после этого у вас, потому что это нормально, у вас всплеск адреналина. Это не проблема, это не болезнь или что-то еще. Итак, я слушаю ее. Но вы сказали, после этого через 2-3 дня однажды вы проснулись утром и не могли ходить. Она сказала, я попыталась. Она сказала, я не смогла ходить с тех пор. Я сказал, но доктора не смогли найти ничего неправильного. Она сказала, нет, нет ничего физически неправильного во мне. Я сказал, да, хорошо. Вы ответили на вопросы, хорошо. Я сказал людям. Там было, возможно, 600 или, может быть, 400 человек, я думаю. Я сказал, хорошо. Я отошел и сказал, смотрите, смотрите, как это просто. Она до сих пор сидит в инвалидном кресле, ее семья вокруг нее. И знаете, они все... Это трагично, когда человек в инвалидной коляске, и это не с рождения, а что-то произошло. Тогда вся семья в плену. Потому что они не могут оставить ее одну, они должны присматривать за ней, кормить ее. И таким образом враг, по сути, связал всю семью. Вот как вы должны думать относительно этого. Итак, я посмотрел вокруг и сказал, смотрите. Я сказал, во имя Иисуса, прямо сейчас, ты дух немощи. Я сказал, прямо так. Я сказал, прямо сейчас, дух немощи, и повелеваю тебе во имя Иисуса. Уходи! Прямо так. И эта женщина как будто бы немного подпрыгнула, а потом села. Я сказал, хорошо. Сейчас давайте встанем. И она сказала, но я не могу ходить. Вы можете. Вы не могли, но вы можете сейчас. Сейчас. Она сказала, хорошо. И она начала двигаться, пытаться двигаться понемногу. Я взял ее за руки и повел ее. Там была такая небольшая рампа для подъема на стену, и я повел ее по этой рампе. И мы были перед всеми, и я сказал всем, смотрите, смотрите, это демонстрация. Это не просто для того, чтобы исцелить ее. Это демонстрация. Итак, я взял ее за руки, вот так, и я сделал так, чтобы ее руки были на моих руках, вот таким образом, и ее руки были вот здесь, а я держался вот так. Итак, мы были очень близко друг к другу, и я начал идти назад. И она вот так вот, она не ходила 7 лет. Это не было, что она не была исцелена, но была атрофия мышц и мышечная память, которую она потеряла, но была память сидения на кресле, поэтому ее ноги непроизвольно поднимались, потому что в таком положении она сидела. Итак, я держал ее, и начал идти, и я начал идти, и я сказал, смотрите на это, смотрите на это, вот так, посмотрите на себя, я сказал, посмотрите на себя. И она, люди, которые встают с инвалидных кресел, они всегда делают это. Как только они встают и начинают ходить, их голова всегда опущена вниз, они смотрят на свои ноги. И вот я иду, и она смотрит вниз. Я сказал, нет, нет, смотрите сюда, смотрите сюда, ваша помощь не внизу, она здесь, смотрите сюда, смотрите сюда, и она смотрела вверх. С каждым шагом, который она делает, она становится сильнее и сильнее Я сказал, смотрите на это И начал спускать руки вниз, вот так Почему? Потому что мне уже не нужно столько контакта Если это дает им жизнь, то насколько больше вот так Потому что жизнь не изливается из моих рук, она изливается из всего меня Итак, жизнь исходит отсюда Если я держу так, то это настолько больше жизни, настолько быстрее До вас дошло? Вы поняли это? Это легко, не так ли? Это просто, правда? Итак, я передал через контакт Вот так вот просто Итак, мы идем, я отпускаю руки к кистям, и она хватается за меня Они всегда так делают, потому что они боятся упасть И она сжимает мои руки Поэтому я и научился, как держаться за руки правильно Потому что вы не хотите делать так, потому что они тогда за вас держатся Вы должны держать по бокам Если вы держите так, и они схватывают вас То если они падают, то и вы падаете, потому что вы не можете высвободиться Поэтому я разработал систему быстрого высвобождения, которая очень проста Вы держите так, это моя рука, она находится сбоку, и все, что я делаю, это касаюсь пальцев Я не касаюсь руки. Потому что если я касаюсь пальцев, и если они начинают закрывать руку, мои руки могут выскользнуть. И если они падают, я не падаю вместе с ними. Вы спросите, почему я изобрел это? Да, я упал, точно. Эта женщина упала вниз, и я упал с ней. Она упала на пол, и как только она упала на пол, не эта женщина, а другая женщина. Это было в Колорадо, в Гранд Джакшн. Она упала, и я упал, как только она упала. Она освободила мои руки, и я смог поймать себя, но я был над ней в позиции отжимания от пола. И она на полу, она отключилась. Сила Божьи сошла, и она отключилась. И я над ней, и я даже не могу двинуться, чтобы встать, потому что если я буду двигаться, я буду ее касаться. И так я кричу и зову группу порядка. Мне нужны помощники. Поднимите меня. Поэтому они взяли меня за руки и подняли меня. И сразу же после этого, вечером в гостинице, я разработал эту систему быстрого высвобождения. И этого больше не случалось. Вы не найдете эти вещи в книге. Их еще там нет. Я не написал, но я напишу. Ну ладно. Итак, я иду, ее руки здесь, и она пытается ухватиться за меня, поэтому я говорю, нет, нет, нет. И каждый раз, когда она пытается ухватиться, я заставляю ее отпустить. Я просто держал ее руки вот так, и мы идем. И мы ходим взад-вперед. Я не хочу выходить за пределы камеры. Мы стали ходить. И по мере того, как мы ходим, каждая рука, потому что ее руки просто лежали на моих, она не держалась, я делаю вот так. Смотрите сюда, посмотрите на это, и я отпускаю руку. В первый раз, когда я отпустил руку, она как бы вот так начинает двигаться, потому что она ожидала, что будет так. Это не было так, что она хромала на одну сторону. Просто она ожидала это. Итак, мы идем, и я говорю, смотрите сюда, смотрите. Вы идете, посмотрите на себя. Я просто иду, и мы продолжаем ходить взад-вперед. Посмотрите на себя, смотрите, посмотрите на себя, посмотрите на себя. И она просто идет, и она осознает, что она ходит сама. Большая улыбка у нее до лица. И мы уже прошли вот так, ее семья стоит здесь. И мы уже развернулись, и я иду назад, в эту сторону. И к этому времени я делаю вот так. Посмотрите на себя, вы ходите. Смотрите, вы исцелены. Первый раз за 7 лет. И эта женщина, она просто светится. Я имею в виду, улыбается, начинает плакать. Ее муж, ее дочери были там. Обе дочери стоят там. Она посмотрела на нее, даже не подумав, начала плакать и побежала к ним. Они схватились за нее, они обняли ее, они плачут, я плачу, все плачут, все вокруг. Итак, эта женщина ходит, люди встают на стульях, пытаются увидеть ее и все такое. Она идет назад и пытается сесть на свое кресло, на которое они ее привезли. Как только она начинает садиться, я говорю, «Нет, не делай этого, не садитесь обратно в это кресло, или вы никогда не встанете». И она остановилась. Они собрали это кресло, и она села на обычный стул. Итак, интересная вещь была такая. Когда она ходила вперед-назад, мы ходили вглубь комнаты. Леди, которая работала со мной, была в самой задней части зала. Она была ростом с меня, и чтобы увидеть меня, она вставала на стул и стояла там, в задней части зала на стуле. И я не мог ее видеть, потому что вокруг толпились люди, и мы служили другим людям. Но когда женщина шла назад, когда она сошла с платформы, она шла нормально. Но чем дальше она шла, тем больше она начинала шататься. Почему? Была ли это та вещь, которая пыталась вернуться обратно? И да, и нет. Мышечная память. У нее это было так долго, что хотя она была полностью свободна, если бы она не была полностью свободна, то она не смогла бы сделать это. Поэтому мы говорим людям, когда мы их исцеляем, мы им говорим, «Теперь делайте то, что вы не могли делать раньше». Почему? Потому что когда они уйдут, если эта вещь пытается запрыгнуть обратно на них, то дьявол будет говорить им, «Ты не был по-настоящему исцелен». Поэтому мы говорим, сделай то, что они не могли делать, чтобы убедиться, что они знают, что они были на самом деле исцелены. Итак, эта женщина идет назад, и наш директор увидел ее. И когда эта женщина начала идти, шатаясь, я услышал голос из глубины зала, «Нет, Войми, Иисуса! Иди правильно!» И эта женщина, это интересная вещь, я смотрел туда, и эта женщина вот так, и пошла дальше, идти нормально. Почему? Она не осознавала, что она возвращается обратно к этому. Видите ли, поэтому иногда вам нужно работать с людьми после того, как они исцелились. То же самое, или вообще-то это другое, иногда даже какие-то демонические вещи. Итак, я не хочу углубляться в это. Мы поговорим об этом, может быть, в другой раз. Но эта женщина, когда мы закончили, все были возбуждены, хлопали, восклицали, все были возбуждены, потому что все знали ее. Это очень маленькие городов, все там ее знали. Они ожидали, что я вернусь, возьму микрофон, «Как вы чувствуете, что случилось? Расскажите, что произошло? Как Кари Блейк убил это и освободил вас?» И все такое. И вы знаете, это то, что ожидают люди. Потому что, к сожалению, все привыкли к этому. Вместо этого, когда я вернулся, у меня не было микрофона петлички, а, который держат в руке. Когда я вернулся, я сказал, «Итак, это классно, не правда ли?» И все такие, «Да, и все хлопали». И я сказал, «Вот в чем проблема. Это стыд и обвинение против церкви. Что той женщине пришлось сидеть в инвалидном кресле 7 лет, до тех пор, пока не появились христиане, и не изгнали дух немощи, который самый слабый, маленький бесенок. Который до того слабый, что не имеет ничего. Поэтому он и называется духом немощи. Духи немощи — это духи слабости. Это означает, что они слабые. Когда дух немощи... Смотрите, когда бес входит в человека, этот человек принимает характеристики беса. Если человек становится слабым, это дух немощи. Если он становится сильным, и вы не можете его связать наручниками или чем-то, то это сильный бес. Это не означает, что его как-то трудно изгнать. Но что я говорю, что это дух немощи, это наименьший уровень духа, это наилегчайшая вещь для изгнания. Он слабый, он не имеет в себе никакой силы, и он охотится на слабых людей. И я сказал, любой христианин, любой человек в этом зале должен был, мог изгнать этого беса, этого духа немощи. Но этой женщине пришлось ждать 7 лет для того, чтобы я появился. Я сказал, это стыд, и это даже обвинение против церкви. Они думали, что я выду и скажу, не классно ли это? Не круто ли это? Это потому, что я такой помазанный. Нет, это потому, что никто другой не подошел и не сделал это. Вот это мы пытались донести до всех. Это не трудно. Но вам нужно таки сделать шаг вперед. Итак, мы сделали на этом особое ударение. Теперь, был ли я заинтересован? Заметьте некоторые ключевые моменты здесь. Когда я спросил эту женщину, я узнал некоторые детали. Что случилось? Что случилось? Что случилось здесь? Теперь, о чем это говорило мне? Это было легко, потому что, номер один, я заметил, что не было ничего неправильного в физическом плане. Почему? Потому что, если бы это было бы правдой, моментально, как только произошла авария, если бы было какое-то структурное повреждение, оно проявилось бы там же на месте. Она не смогла бы двигаться прямо там же. На следующий день у нее была боль в мышцах, что нормально. Доктора не могли найти. Смотрите, когда спрашивают кого-либо о чем-то, и они говорят, ну, доктора не смогли определить диагноз. Окей, спасибо. Это все, что нужно было узнать. Это без. Почему? Потому что доктора могут поставить диагноз только на то, что они видят. А вы не можете видеть беса, но вы можете увидеть физические проблемы. Итак, если они не могут поставить диагноз, то это бес. Самая легкая, самая простая вещь. Итак, я не просто следую этому, но это, если они говорят так, то этого достаточно. Мне не нужно ничего больше. Поэтому я слушаю. Итак, я задал ей достаточно вопросов в тот момент, просто для того, чтобы выяснить, что это было. Нужно ли ей исцеление? Нужно ли ей освобождение? Нет, ей нужно было освобождение. Затем ей нужно было, чтобы кто-нибудь поработал с ней, и чтобы ее мышечная память и ее атрофия ушли из нее для того, чтобы в нее появились силы. И она получала силу и жизнь во время того, когда я ходил с ней, и давал ей силы, когда ходил с ней. Итак, уже подошло время. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы присоединились к нам сегодня, за то, что смотрите нас в эфире. Мы ценим ваше посещение занятий с нами. Если вы хотите продолжить эти занятия, конечно, вы можете связаться с нами, мы будем рады поделиться с вами аудио, видео, MP3 и все, что вам нужно. И мы будем рады работать с вами. И прямо сейчас, если у вас есть такая же ситуация, или вы больны, или у вас проблемы, которые докторане могут выявить, то мы можем позаботиться об этом прямо сейчас. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Во имя Иисуса я освобождаю вас. Вы скажете, это все? Это все. Это легко, не правда ли? Это не из-за того, как громко я кричу, и это не из-за того, какая долгая молитва. У Иисуса были короткие молитвы. Он говорил, выйди. Он говорил, будь исцелен, прими свое зрение. Он не молился долго. И я не собираюсь молиться долго. Иисус победил их. Бесов даже еще легче побить. Поэтому я смог молиться даже еще короче. Это не должно быть трудно. И мы можем делать те же дела и больше. Поэтому во имя Иисуса будьте свободны, будьте исцелены сейчас, во имя Иисуса. Бог да благословит вас. Пишите нам, дайте нам знать, если Бог... Если вы видели проявление Духа Божьего и силы в вашей жизни, то дайте нам знать. И мы будем рады помочь вам с материалами. Мы просто хотим помочь вам расти в вещах Божьих. И так, до следующей встречи. Бог да благословит вас. Во имя Иисуса. Аминь. Благодарим вас за прослушивание этого урока. Если вы хотите получить информацию о том, как присоединиться к нашему движению, информацию об обучении онлайн в институте или локально у вас в городе, информацию о других материалах служения Джонджи Лейк Минестерис, отправить нам молитвенную просьбу, а также, если вы хотите сделать финансовый вклад в наше служение, переходите на наш сайт. www.jjlmdefisrosia.ru Субтитры создавал DimaTorzok